В Ичкерии было так, что любой человек, не занимая никаких должностей, не имея никакого положения в обществе, он мог просто на улице где-нибудь с каким-нибудь там условным Бараевым или там Хаттабом или Басаевым поругаться и мог дать такой отпор, собрать своих людей. Это, значит, как я уже анонсировал, это будет тема, обе темы, в принципе, можно было бы назвать Кадыров дал заднего 1 и Кадыров дал заднего 2, но мы их немножко разберем, наверное, тщательно. Итак, первая тема. Кадыров дал заднего. Очередной раз, как сказал Максим Шевченко. Недавно, когда Кадыров вместе с Путиным был в своем ближневосточном турне, ездил в Саудовскую Аравию, затем в Арабские Эмираты, там Кадыров давал интервью для канала RT-Арабик, это бывший канал Russia Today. Ну, это российский, в общем, канал, канал российской пропаганды за рубежом. Они вещают на арабском, на английском, может быть, еще на каком-то языке, не знаю. И Кадыров дал интервью для арабской версии этого канала, и в этом своем интервью он произносит свои слова по поводу Израиля. Он говорит, что, почему, он говорит, мусульмане здесь воюют между собой. Рядом есть, говорит, Израиль, и есть другие государства. Но дело в том, что, почему я назвал эту тему, Кадыров дал заднего, дело в том, что это интервью, оно ведь озвучивалось на арабском языке, то есть оно переводилось для арабской публики. Вот эти слова про Израиль, их не озвучили на арабском языке, их не перевели. В арабской версии он как будто бы государство Израиль не называл. Но еще большим позором является то, что они это интервью показали уже, ну, частично как бы показали на ЧКТРК «Грязный». Там эти слова вообще вырезали. Если на канале Russia Today Arabic мы можем эти слова услышать, там, где идет озвучка на арабском языке, и между, ну, в общем, там можно услышать его, как он говорит на русском языке, и разобрать, что он говорит. И там мы можем услышать эти его слова об Израиле. То в версии у ЧКТРК они прям вырезали эти слова, и их там услышать невозможно. И это уже второй случай, когда Рамзан Кадыров дает заднего перед Израилем, после своих слов о евреях или о Израиле. Уже до этого был один случай, я вам о нем рассказывал. Это видео так и называется на моем канале. Рамзан Кадыров дал заднего. Тогда он неосторожно высказался о евреях. Он выступал перед чеченцами, молодежью, чеченской молодежью, которая проживает в Иордании. У нас там есть огромная диаспора. И выступая перед ними, он, значит, неосторожно так высказался, сказал, что пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, кого он больше всего убивал, сказал он, евреев. По другой версии, почему мы говорим по другой версии, просто у Кадырова у него есть некий дефект речи, и там не совсем ты разберешь, что именно он говорит. По другой версии он говорит, кто больше всего убивал пророков, это делали евреи. Но я настаиваю на том, что если бы он сказал второе, если бы он сказал, что кто убивал больше всего пророков, это были евреи, то зачем было удалять то видео со всех платформ кадыровских? А то видео было удалено со всех платформ. Вместо того, чтобы, если он сказал эти слова, и он в этих словах не видит никаких проблем, то зачем было удалять видео? То, что они удалили это видео, говорит о том, что все-таки слова были сказаны в первой версии. Он сказал именно то, что пророк, мир ему сияния Аллаха, больше всего якобы убивал евреев, что, безусловно, является ложью и явно таким антисемитским заявлением. И это был такой первый случай, когда Кадыров дал заднего перед Израилем за высказанные слова. И вот сейчас мы видим второй такой момент, когда Кадыров дает заднего. Я прекрасно понимаю, с чем это связано. И в случае с выступлением перед иорданскими чеченцами, и сейчас в случае этого интервью для арабской публики, мотивация у него одна и та же. Дело в том, что те чеченцы, это иорданские чеченцы, это те люди, которые родились и выросли в Иордании, то есть в арабской среде. Мы прекрасно понимаем, что в арабской среде существует вот эта вот ненависть к Израилю, так как там между ними есть вражда, есть война, какие-то неразрешенные вопросы, политический кризис. Там это мнение популярно. Там популярно ненавидеть Израиль и высказывать подобного рода заявления. Поэтому Кадыров, пытаясь угодить им, делает вот эти свои заявления. И в случае с иорданскими чеченцами он именно поэтому сделал эти заявления. И сейчас, в случае с интервью для арабской публики, он опять сделал из таких соображений, он сделал эти заявления. Но здесь он немножко не рассчитал. Дело в том, что в данном случае это заявление имеет уже международные последствия для человека, который находится в делегации российского президента. Делать подобные заявления, это значит портить дипломатические отношения с Израилем, которые явно не хочет Путин портить. В этом мы уверены. Поэтому им приходится эти слова скрывать. В случае с Russia Today они просто взяли, РТ Арабик, они просто взяли и не озвучили эти слова. Здесь в Чечне, на ЧГТРК грязный, они вообще вырезали эти слова. Потому что это подобное ему не разрешат делать в администрации президента. Поэтому Кадырову пришлось и в этом случае дать заднего. И эти слова были вырезаны. Но мы, конечно, сделаем все возможное, чтобы эти слова были донесены до широкой аудитории и не остались незамеченными. Сразу, кстати, многие обратили на это внимание. Радио Свобода сделали хороший материал, осветили эти его слова. Помимо слов об Израиле, там еще было много всяких таких заявлений, которые делал Кадыров бредовых. Как, например, он говорил о Хаттабе, который, по его мнению, являлся работником западных спецслужб. Но в то же время почему-то он исключил, что Хаттаб мог получать поддержку и финансовую иную из тех же арабских стран, в которых находился Кадыров, когда давал это интервью. То есть много там всего такого бредового, как обычно, Кадыров выдал. Но в случае с высказыванием об Израиле он, как обычно, у нас дал заднего. Разница между Кадыровым и Ичкерией только в том, что он один диктатор, а в Ичкерии их десятки были. И за инакомыслие не казнили ни те, ни те в Ичкерии, потому что их дело было бабки рубить. Идеология – это вопрос государства, а не бандитского анклава. Но в Ичкерии не было никаких диктаторов, как ты говоришь. В Ичкерии было много проблем, были различные криминальные элементы, бандитизм был откровенный, но диктаторства не было. Кто-то может сказать, что это плохо, кто-то может почитать, что это хорошо. Я лично об этом вспоминаю с ностальгией. В Ичкерии было так, что любой человек, не занимая никаких должностей, не имея никакого положения в обществе, он мог просто на улице где-нибудь с каким-нибудь там условным Бараевым или там Хаттабом или Басаевым поругаться и мог дать такой отпор, собрать своих людей из своего рода, из своих односельчан, и реально устроить там конкретную войну, но давал отпор. Не было вот подобного, как сейчас, что есть власть, и ей все под силу, остальные все перед ней присмыкаются. Подобного не было. Никто не мог вот так просто взять перед всем народом, кого-то унизить, показать его по телевидению, заставить его извиняться. У нас не было таких вещей. И вот Ичкерия, это было, это как на чеченском языке звучит «хонахайзам», это время достойных мужчин, достойных людей. Тогда подобного себе никто не мог позволить. Да, действительно, был бандитизм, были убийства какие-то на криминальных каких-то, на криминальной почве и так далее. Но не было вот такого беспредела, который есть сейчас, такого тотального преследования, тотального террора. Вот этого всего не было. Мы жили свободно, спокойно. Каждый человек понимал, что он, что он, даже если его убьют, он уйдет достойно. Его никто не будет унижать, пытать. Такого не было. То, что сейчас происходит, мы подобного не переживали никогда в истории. Никогда. И, как я уже сказал, были и тогда были вот эти вот представители суфизма, во главе которых стоял у нас Кадыров, которые и тогда боролись инакомыслием вот такими вот путями. И Кадыров тогда, кстати, писал письма Яндербиеву, Масхадову, что давай будем убивать этих ваххабитов. Он тогда писал об этом. Яндербиев же, они сами опубликовали запись, где Яндербиев говорит, ты работник российских спецслужб, ты хочешь развязать войну среди чеченцев. Он тогда еще его определил. Потому что Кадыров тогда уже просил его убивать любое инакомыслие на корню. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok